В эфире телерадио компания Шебекина в студии Тарас Приказчиков. Здравствуйте! Самые интересные новости из жизни города и района сегодня в выпуске. Главным событием предстоящей осени в нашем регионе станут выборы губернатора Белгородской области, которые состоятся 10 сентября. В рамках избирательной кампании 21 августа Шебекина с визитом посетил кандидат на должность губернатора Белгородской области от партии «Единая Россия» Евгений Степанович Савченко. 21 августа в Шебекинском модельном дворце культуры состоялась встреча кандидата на должность губернатора Белгородской области от партии «Единая Россия» Евгения Степановича Савченко с активом Шебекинского района. В данный момент избирательная кампания 2017 года в самом разгаре. Участие во встрече приняли доверенные лица кандидата. Анатолий Тимофеевич Светличный, Дмитрий Викторович Груздев, Иосиф Иосифович Фейзер и Александр Григорьевич Юхименко. Модератором выступил Анатолий Тимофеевич Светличный. В рамках предвыборной кампании Евгений Степанович обсудил стратегические направления своей программы развития Белгородской области с представителями общественных организаций и объединений, предпринимателями, жителями Шебекинского района. Предвыборная программа Евгения Степановича Савченко базируется на приоритетах, обозначенных в майских указах президента Российской Федерации, задачах, поставленных Владимиром Путиным в посланиях Федеральному собранию, объективной оценке реалий социально-экономического положения нашего региона, а также на результатах практического опыта руководства областью. Она состоит из четырех разделов, в которых отражены главные стратегические задачи развития нашего региона на ближайшие пять лет, а именно развитие экономики, повышение качества жизни населения, создание высоких социальных стандартов и формирование солидарного общества на Белгородчине. Я выхожу из программы, которая так и звучит через перемены к новому качеству жизни, через перемены к новому качеству жизни на территории Шебекинского района и города Шебекин. Какие перемены мы должны осуществить и о каком качестве жизни мы ведем разговоры? Эти перемены, они состоят из четырех стратегических направлений и самое первое направление, оно звучит так. Территория Шебекина и Шебекинского района должна быть территорией инновационного развития экономики. В основе всех наших дел, в основе всего нашего движения вперед, это должна прежде всего работать экономика. Бизнес-структуры, которые находятся на территории Шебекинского района, они нам дают первичный продукт, они дают первичную стоимость, они нам дают всем доход, всем шебекинцам. И от того, как будет развиваться экономика, конечно же, в первую очередь зависит наше благополучие, наше экономическое благополучие, которое является основой качества жизни. Точнее, экономическое благополучие не только в качестве жизни определяет, а экономическое благополучие определяет для всего уровень жизни. Уровень. А уровень, например, доходы, это уровень заработной платы, это и пенсии, в конце концов, которые доходы в наши заработные платы зависят. Это ход развития экономики. Какая должна быть экономика? Экономика должна быть конкурентоспособной. Сегодня нет иного другого пути и другой альтернативы, как инновационное развитие. Вот Владимир Владимирович Путин на международном экономическом фону в Санкт-Петербурге поставил при себе нам задачу приходить на цифровые технологии, в широком смысле цифровые технологии, которые включают в себя и инновационные технологии, и 3D-технологии, и роботы, кстати, и автоматизация, и, кстати, вы являетесь одним из лидеров, как полностью производить уже не промышленных роботов, что очень-очень показательно для вашего района. На сегодняшний день Шебекинский район является одним из самых динамично развивающихся районов Белгородской области, как в экономической, так и в социальной, инновационной и интеллектуальной сферах. Вот на предстоящий период у нас вместе с администрацией Шебекинского района и города Шебекина в большие планы по развитию экономики в целом и, конечно же, ее инновационному развитию экономики. Думаю, что мы рассчитываем в течение пятилетки, ближайших как минимум в полтора раза увеличить объем экономического производства, сколько это будет цен, какой объем организации, все это будет зависеть от инфляции, ну, тогда, например, в два раза вот к сегодняшнему показателям объема реализации, мы планируем увеличить объем. С одной и единственной целью Шебекинцы должны получать хорошие, так скажем, дивиденды в виде заработной платы, в виде каких-то социальных гарантий, в виде социального участия в бизнес-автеки и проектах, хорошие доходы. Уверен, что так и будет, потому что у нас здесь четкая, ясная перспектива. Мы будем развивать такой формат, такой формат на территории Шебекинской, на территории, как технопарки, которые себя очень хорошо зарегистрировали в Белорусской области. Думаю, что он получит хорошую здесь... Практически это уже не происходит в формате технопарка, уже развитие, так сказать, вот этой промо-зоны бывшей. Бывшей территории Хевицкого завода. Я думаю, что в Масловой Бриснене будет создан такой промышленный парк. Я думаю, что и в районе, и в Чудроицке тоже мы не исключаем появление такого промышленного парка. Кроме того, мы приняли недавно программу и запустили его фактически, который называется 500-10 тысяч. 500 мы планируем открыть предприятие непосредственно в сельской местности, в таких селах, в крупных селах, в том числе и на территории Шебекинского района, на которой, в принципе, работает не менее 10 тысяч человек. Но это всего по Белорусской области. Этот класс из Шебекинского территории будет в эту программу огромный. Я с большим активизмом смотрю будущее экономическое развитие в Шебекинской территории и считаю, что вы будете таким мощным экономическим отводом всей Белорусской области. В своем выступлении Евгений Степанович обратил внимание на развитие образования, здравоохранения, культуры, популяризации здорового образа жизни, применение в быту и социальной сфере инновационных и энергосберегающих технологий. Второе стратегическое направление моей программы, оно звучит так. Шебекинская территория – это территория высоких жизненных стандартов. Что такое жизненные стандарты? Это жилье, это дороги, это водоснабжение, водоотведение, это инфраструктура вся инженерная, это интернет, в конце концов, доступ к интернету, это экология, ее состояние. Вот это и по большому счету относится к жизненным стандартам. И мы потом увидим, что мы оказываемся живем в абсолютно другом, приятном для человека пространстве. И от этого настроения шебекинцев еще станет, еще станет. Ну, может быть, не на порядок, но на какую-то долю, на какие-то проценты лучше. А предела здесь же нет в СН-6, абсолютно нет. Этой работой мы будем и дальше заниматься. Следующее статистическое направление нашей совместной работы на предстоящую пятилетку, оно звучит следующим образом. Шебекинская территория – это территория высоких социальных стандартов. Что такое социальные стандарты? Это те стандарты, которые связаны с развитием личности. Это образование, прежде всего, это вопросы здравоохранения, это вопросы культуры, это спорт, это социальная защита и поддержка и инвалидов, и детей, тех, кто не может себя защитить. Это и развитие вопроса безопасности, создание безопасности для обитания, то есть работа всей правоохранительной системы на территории Шебекинской. Вот это все относится к социальным стандартам. Тем стандартам, которые вы получаете за счет бюджетных средств. Образование. Считаю, что здесь вы должны положить максимум усилий для того, чтобы привести каждое образовательное учреждение такой достойный вид, то есть и текущий режим отремонтировать, и капитально отремонтировать, что, в общем-то, уже и текущий, а то делается на территории Шебекина. Раньше же много было сделано, но работа эта будет продолжена, как в сельской местности, так и в поселках, и городах Шебекинского района. Думаю, что много у нас вопросов к содержательной стране образования, к тому, чему мы детей учим, как учим детей. Вот мне уже нравится позиция сегодня Министерства образования Российской Федерации, и, в частности, министра Ольги Юрьевны Васильевны, которая будет нас в следующую субботу, как раз на августовском совещании в Телорусской области. Но то, что уже делается, естественно, те сигналы и те действия, которые уже исходят, они лично не импанируют, и я думаю, что они очень долгожданные для всего медальницкого сообщества Телорусской области и Шерекинского, и другого тоже. Если еще нам удастся и от ЕГЭ уйти в ближайшие годы, то он будет совсем-совсем хорошо. Я еще могу приветствовать и такие инициативы. Люди у нас сегодня... Мы не должны просто давать эту сумму знаний. Сумма знаний вот есть в любом... Это не смартфон, а в любом смартфоне есть. Вот, пожалуйста, все знания всего человечества. За всю историю человечества все можно знать. А вот научить детей мысли, творческие развиваться, вести, чтобы они были здоровы. Вот это основная задача и дошкольного, и дошкольного образования. В целом, в Большой Телорусской районе, я считаю, не шара. То есть, в учении, может быть, нескольких локальных мест проблем, это школьное образование. Но сейчас мы будем уже решать задачу, если с вами, чтобы детей с полутора лет уже тоже, всех желающих, родителей, принимать, значит, ну, так называемые детские сады, ясеные, ясеные крупы. Это будем делать. Что касается здравоохранения, важнейшая социальная задача, то здесь я вижу доведение в будущем году до полного совершенства нашего проекта здравоохранения, который называется управление здоровьем. В сельской местности мы завершаем ее в текущем году. Образовано 22 медицинских швохура, примерно по полторы тысячи человек. И на один, на каждый медицинский округ офис семейного врача. Семейный врач. Мы возвращаемся к семейной медицине. Семейному врачу. Все они будут укомплектованы, и вы будете знать, кому обратиться в первый раз. С какой-то проблемой. Ведь вся проблема здравоохранения, она заключается в большей части в том, что человек просто, какой-то у него недух там внезапно заболел, там ребенком что-то случилось, он не знает, к кому идти, к кому обращаться в первый раз. Он сразу вспоминает своих знакомых, перебирает, значит, там, укача, так, набирает телефоны, набирает, то ли поликлинику, то ли там, кто-то, что в районной больнице работает, или... Он должен знать не только одного, семейного своего врача. И врач должен знать его. Любое время суток. Обратился, но уж семейный врач расскажет, вместе с медицинскими, с фельдшими, там, куда смазывается на фабах, тоже фельдшими, они скажут, или я тебе оказываю помощь, или же я тебя направляю туда, где тебе окажут эту помощь, гарантированно, под моим наблюдением, значит, явным или неявным, я в ответе за твое здоровье. За твое здоровье. За те полу-три тысячи человек, всех возрастов, включая детей, взрослое население, пенсионеров, я в ответе за всех их. Мы возвращаемся, как называемые, в семашкинской, по-моему, в семашкин, в медицине, которая, где главное звено, это первичное здравоохранение. Мы таким образом здание всего здравоохранения ставим на твердый фундамент. Твердый фундамент термитра с разным кирпичным звеном. Вот это, я считаю, основа всех прогнозований правоохранения. А в основании мы ничего не закрываем, мы ничего не будем активизировать. Все, как работало, так и будет работать. Так и будет работать. И поэтому какие-то там слухи у вас, иногда там проходили, что ты в Троицкой больнице, там еще что-то будет, там Таволжарскую, и так далее, ничего подобного. Но главное, это кормичное звено, кормичное звено. А затем уже районное, и уже, затем, развитие высокотехнологичной медицины. Областные центры в оказании высокотехнологичной медицины, сердца или там другие услуги. Это у нас тоже все есть. Вот это Александр сердца. На будущем вот вся семейная медицина заработает в городе Шубекина. Полностью, в полном объеме. Вот это мы вам обещаем. Более миллиарда рублей мы направляем в средств на реализацию этого проекта в целом и в городском области. У вас тоже несколько десятков миллионов рублей на строительство, на ремонты, в АПО, семейных офисов, семейных врачей. И самое главное, на максимальное технологическое их оснащение медицинским современным оборудованием. Когда вы обратились, вам врач может показать практически в 90% в случаях необходимую и законченную услугу. в 90% в случаях. Такова уже статистика. Такова статистика. Там, где эти офисы уже заработали. Я думаю, что с этим мы ждем существенного изменения геморархической ситуации. Прежде всего, смертность. Считаю, что она, если смертность у нас по области сегодня составляет где-то 22 тысячи человек в год, она снизится как минимум на 10%. Она будет не более 20 тысяч. Мы уже даже в текущем году за полгода на смертность за счет того, что только-только начал работать этот проект, она уменьшилась на 471 человек. Последний сплошный год. Это существенно. В основном в сельской местности, там, где уже заработали офисы семейных врачей. Они заработают только на 30%. В ноябре они заработают на 100%. 1 июля будущего года на 100% заработают во всех городах Торсеншебекина, в нашей области. Семейная медицина. Семейная медицина. Это наша элита. На территории Белгородской области и Шебекинского района должна быть конкурентноспособная экономика, которая даст новые рабочие места и достойный заработок. За предыдущие годы произошли большие изменения вообще в экономическом ландшафте Шебекинского района. Моги предприятия, которые не вписались, может быть, не только не вписались, а может быть, по вине чисто таких наших рукотворных революционеров экономических прекратили существование в 90-е годы, да и нулевые годы, но сохранились площади, сохранились коллективы, и мы все делаем для того, чтобы занятость людей была достаточно высокая. По большому счету мы прекрасно видим, что обеспеченность новыми рабочими местами с каждым годом на территории Шебекина, Шебекинского района она возрастает, она возрастает. Да, многие шебекицы еще работают за пределами своей территории, даже в других районах Белорусской области, скорее всего, в Белгороде, многие и за пределами в целом российской нашей области, к сожалению, большому сожалению, даже Якутия, которая сейчас прекрасно знают, что там 4 человека в Шебекинском районе, сегодня поисковая операция все еще продолжается, мы надеемся, что жизнь все-таки их маленький шанс будет спасены. Участники встречи смогли задать интересующие вопросы. Они касались развития транспортной сети, молодежной и жилищной политики, контроля предпринимательской деятельности, благоустройства территории. В завершении встречи результатами своей работы поделились доверенные лица кандидатов губернатора Белгородской области. Все они единодушно отметили, что жители Шебекинского района доверяют Евгению Степановичу и поддерживают все его инициативы. Я могу сказать, отметил для себя одно, что все вот эти вопросы, наказы, которые дают наши избиратели, они позиционируются с нашим губернатором, всеми Степановичем Степановичем. То есть все люди уверены о том, что выполнить вот эти проблемы и эти наказы нужно только если руководить нашим регионом будет Евгений Степанович. И используя вот эту трибуну, высокую трибуну, я по поручению тех избирателей, с которыми общался, хочу Евгений Степанович вам передать от всех ваших избирателей, с которыми общался, пожелание успехов, пожелание здоровья, пожелание действительно выполнения всех поставленных задач и всех личных планов. От нашего выбора будет зависеть будущее области, будущее нашего района, города. Мы здесь выросли, работаем, здесь живут наши дети, каждому не безразлично, что будет дальше, каждый хочет, чтобы наш город, район и область развивались. Нам нужна стабильность, высокий уровень жизни, мы сильный, единый народ и должны показать свою сплоченность, поддержать своего лидера и идти дальше вместе с ним по намеченному пути развития. Весело и интересно провели время шебекинцы и гости города, пришедшие 20 августа на Центральную площадь. У нас в гостях побывал агитпоезд в поддержку Евгения Степановича Савченко, кандидата в губернатор Белгородской области от партии «Единая Россия». 20 августа на Центральной площади города сотни шебекинцев встретили агитпоезд в поддержку кандидата на пост губернатора Белгородской области от политической партии «Единая Россия» Евгения Степановича Савченко. В рамках акции шебекинцам рассказали о предвыборной программе кандидата, а также призвали всех к участию в предстоящих выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября. Праздничную атмосферу создавали интерактивные площадки и выступления творческих коллективов. в окнах «Львыборной» ход с «Львыборная» тендерей «Львыборной» «Львыборной» «Львыборная» «Львыборная» Глава администрации Шебекинского района Сергей Владимирович Степанов призвал шебекинцев проявить свою гражданскую сознательность и обязательно поучаствовать в предстоящих выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября. Хочу вас поблагодарить, что вы пришли сегодня сюда, что вам не безразличное будущее своего родного края. Известно, что в Белгородской области стартовала избирательная кампания. И я, как секретарь шебекинского местного отделения партии «Единая Россия», буду говорить сегодня о кандидате на должность губернатора Белгородской области от партии «Единая Россия» у Евгении Степановича Савченко. Евгений Степанович руководит Белорусской областью как умелый хозяйственник и дальновидный политик. И не зря наша область находится по качеству жизни на шестом месте в России. Это говорит о том, что в свое время был выбран правильный путь. Это путь построения солидарного общества. Нам не обязательно смотреть рейтинги. Мы можем посмотреть вокруг себя и увидеть, что наша жизнь улучшается. И это благодаря той политике, которую проводит наш губернатор и правительство области. А главным сюрпризом-подарком для всех собравшихся стало выступление известной белгородской кавер-группы «Жара». Они исполнили хорошие, добрые, популярные песни советской и современной российской эстрады. Я думаю, я думаю, я ничего опять же не придумаю. Кто-то на балконе повезет, кто-то быстрее вверх подумает. Я пока рисую мастер, а ты, а ты, а кто ты? Кто-то на балконе повезет, кто-то быстрее вверх подумает. В завершении мероприятия организаторы порадовали шебекинцев и гостей нашего города ярким фейерверком. Избирательная кампания 2017 года находится в самом разгаре. В связи с этим на территории города и района проходят общие собрания первичных отделений шебекинского местного отделения политической партии «Единая Россия». В повестке дня общих собраний рассмотрение и обсуждение предвыборной программы кандидата на должность губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко и формирование партийного наказа от первичного отделения. На форуме первичных отделений партии «Единая Россия» кандидат в губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко заявил о том, что будет строить свою предвыборную программу, основываясь на предложениях однопартийцев. Для этого каждое первичное отделение партии формирует свой наказ кандидату. Всего их будет свыше тысячи. Единороссы нашего района относятся к такому формату очень положительно. Надеются, что все их пожелания будут детально проработаны и дополнят предвыборную программу Евгения Степановича. Возможность высказывать свои мнения и предложения по развитию нашего города и района вселяет уверенность, что Евгений Степанович не безучастен к нашим проблемам. Шебекинское местное отделение партии активно включилось в процесс сбора наказов, и на сегодняшний день собрания прошли во всех 62 первичных отделениях партии. Многие наказы уже поступили в исполнительный комитет Шебекинского местного отделения партии. Перед тем, как стать основой для действий губернатора на ближайшие пять лет, поступающие наказы будут обобщены и рассмотрены на заседаниях местного и регионального полицоветов. В местном бюджете не хватает средств для решения местных проблем, поэтому потребуется помощь на региональном уровне. Наказы будут рассматриваться по особой процедуре на уровне округа, затем региона и в итоге войдут в программу действий губернатора. Жители Шебекина уверены, что в скором времени их просьба будет услышана, и ни один наказ не останется без внимания. Будет сформирован план их реализации с поэтапным системным исполнением. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Зоя Войтова, Алексей Коновалов, Виктор Копылов и Тарас Приказчиков. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok